Почему мы переедаем? Первое. Недосыпание. Сон и лишний вес взаимосвязаны. При недосыпании уровень гормона лептина понижается. А это, в свою очередь, усиливает чувство голода. Человек переедает, потому что в мозг не поступает сигнал о насыщении. И он не знает, когда ему остановиться. Из-за этого нарушается обмен веществ и прибавляется вес. Номер два. Стресс. Одни теряют аппетит, а вторые, наоборот, пытаются заесть проблемы. Оба варианта одинаково вредны для организма. Часто еда рассматривается как единственный способ справиться с подавленностью и плохим настроением. Обычно после переедания люди чувствуют стыд и винят себя за то, что не смогли справиться со своим желанием. Таким образом стресс только подпитывается. Ведь помимо нарушения нерешенной проблемы, появляется еще и недовольство с собой. Третье. Вознаграждение. Поработал сегодня хорошо, съем пончик. Сходил в зал, можно и пиццей себя повалить. Это неправильный подход. Когда еда становится главной мотивацией, то хорошего результата не ждите. Придумайте для себя другое, не менее приятное вознаграждение. Например, поход в кино. Номер четыре. Зависимость. Это один из видов расстройств пищевого поведения. Чаще всего зависимость от еды возникает из-за диеты и голодовок. Если сидеть на 800 тысяч калориях, то срывы неизбежны. Обычно люди набрасываются на калорийную и жирную пищу, так как диетически кажется им пресной и невкусной. Человек перестает следить за количеством еды и останавливается только тогда, когда чувствует тяжесть в животе. Номер пять. Режим дня. Нам говорят, не наедайтесь на ночь. Но что делать, если именно незадолго до сна просыпается дикий аппетит? Чаще всего это происходит из-за неправильного режима дня. Например, утром вы пропускаете завтрак, в обед что-то перекусываете, а только к вечеру можете нормально поужинать. Таким образом, в течение дня вы не набираетесь калорий, но организм их все равно требует. Постарайтесь наладить свой распорядок так, чтобы в нем было место для трех полноценных приемов пищи и также пару перекусов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!